Итак, мы сегодня отправляемся с Бали на Ламбок. Это один из многочисленных островов Индонезии. И в этом видео расскажем, как туда добраться разными способами и покажем, где лучше остановиться, что лучше посетить. И думаю, что мы покажем удивительные особенности этого острова. А сейчас мы грузимся на паром. Ребята, рубка капитана, капитанский мост, как называемый. Внутри много приборов. Смотри, компас. Какие-то датчики всякие различные. Где здесь моя каюта вип-класса? Я предлагаю вначале пройти по верхней палубе и выбрать место для гамака. На пароме классно ехать с гамаком. Сейчас вы увидите, какие бонусы это дает. В то время, как наши корабли брастят в космос, мы сидим на фэре. Стоимость на билеты. Стоимость на паром в один конец 165 рупий. Это два человека и один мотобайк. Второй способ добраться до ламбока. Это фастбот. По цене не знаю сколько, но ориентировочно, я думаю, что где-то по 300 в один конец. Плюс-минус. Третий вариант. В ламбоке есть аэропорт. Можно прилететь на самолете. Но самое удобное, мне кажется, это ехать со своим мотобайком, потому что остров очень большой и без мотобайка, наверное, будет очень тяжело передвигаться. Я бы сказал, даже невозможно. На самом деле, я не видел там на пароме какие-то рентбайки или еще что-то типа того. Ну, если не понадобятся гамак, то... Не, ну здесь мне не нравится. Здесь какие-то твердые лавки, все курят. Твердые вот мягкие диваны. Ты намекаешь, что вот здесь мы 5 часов проведем, да? Скажи это мне в глаза. Будем ехать здесь. Я не вижу, что и глаз за камерой. Зато я твои вижу. Вау, может туда пойдем? Здесь кондерчик. А че мы там сели на жаре? Здесь, смотри, будет у нас концерт. Здесь, смотри, будет у нас концерт. И самое первое, что бросил в глаза, это роскошные широкие дороги, где ты можешь выжимать из своего мотобайка все, на что он способен. В отличие от Бали, Ламбок на 100% мусульманский остров. На всем пути нам встречалось множество красивейших мечетей. Съезжая с главной широченной дороги, мы сразу попадаем в такой вот ламбокский колорит. Хочу показать. Вот это вот очень аутентично все выглядит. Оп, вот такая вот дорожка, ведущая к местным, не знаю, как это назвать, домики, лачушки. Заглянем немножко во внутренний дворик. Но самым важным аспектом всего отдыха является то место, где вы остановитесь на ночлег. На Ламбоке это, конечно же, южное побережье с названием Кута. Здесь есть множество различных гестхаусов и вилл, которые вы можете выбрать, исходя из своих предпочтений. Друзья, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайк. Это поможет показать это видео наибольшему количеству людей. Как правило, когда ты приезжаешь в новые места, тебе хочется увидеть как можно больше. А откуда лучше всего видно? Естественно, сверху. И поднявшись наверх, мы не прогадали. Мы увидели одну из самых удивительных достопримечательностей Ламбока. Мы приехали на трассу, где проходят рейсовые кольцевые гонки. Они называются MotoGP, где участвуют мотоциклы с объемом двигателя до 1 литра. Чувак, который сдает нам жилье, сказал, что здесь проходят гонки 2 или 3 раза в год. И местные ребята тут устроили бизнес и продают футбол. Сейчас мы поедем на один из красивейших пустынных пляжей, где нет никого. Так, мы приехали на пляж. Это абсолютно безлюдный пляж. Мы были на нем вчера. Нет, позавчера. Не было ни одного человека. И то же самое мы наблюдаем сегодня. Сегодня отлив. Но эта картинка говорит сама за себя. Что это? Коралл. Коралл. Высохший уже. То из чего состоит здесь? То, обо что ударяются волны в коралловые рифы. А вон их сколько под ногами у нас на земле. Мы решили тут новый домик снять. Что ищешь, Сереж? Итак, сегодня в продаже. Не густо. Камни и палки. Собачий хвост. Имеется. И мы продолжаем осваивать южную часть Ламбока. Едем на другой пляж. Пляжа с таким белым песком. Вода. Цвета прозрачная, чистая. Видите, развиты инфраструктурно. Валяет, а еще нет. Такой вот. Перенесся в какой-то прошлый век. Такой легкой первобыточный. Вот этот потрясающий просто пляж. Таких на Бали нет. Реально. Мало очень народа. Вот это очень многолюдный, на самом деле, по меркам Ламбока пляж. Но эта многолюдность выглядит вот так. Песок потрясающе приятный. Белый, плотный. И бирюзовая водичка. Песок потрясающе приятного аппетита. Не тряси, Сережа. На сегодня, пожалуй, все. Продолжение ролика вы увидите в следующей части нашего видео.